МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша. Информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Рождены сердцем. Семья Львовых, которая воспитывает 6 родных и приемных детей, победила во всероссийском конкурсе «Семья года». В стране мумитролей в Чебоксарах проходят дни финской культуры. Фундамент экономики и профессиональный праздник отмечают строители. Очередь за Козловкой. Сегодня в одном из крупных муниципалитетов Республики подвели итоги социально-экономического развития. В обсуждении актуальных вопросов принял участие глава Чувашии. С рабочим визитом в Козловский район Михаил Игнатьев приезжал и несколько дней назад. О достижениях и приоритетах репортаж Дмитрия Ковалева. Экономический потенциал Козловки большой. Близость к Волге и федеральной трассе обязывает развивать муниципалитет и туризм. Гостям из других регионов интересны не только музейные комплексы. Необходимо улучшать и облик города. Сейчас здесь продолжается благоустройство набережной реки. В этом году этап у нас не заканчивается. В этом году пока только делаем. То, что с первого начали, это надо завершить. Порядка семи миллионов муниципалитету направили на благоустройство дворов. Сразу по двум адресам отремонтировали тротуары и установили игровые площадки. Мы уже 16 лет здесь живем. В прошлом году по программе благоустроенный двор нам построили такую площадку. Сделали благоустройство. Площадку для машин. Свою лепту в благоустройство города вносят и местные жители. Многие дворы украшены цветниками. Кто? Мы? Трудимся. Мы? Наш подвеск. Низкий вам поклон. Спасибо. Не видишь, где так делают. Еще одно приметное место – районный фок. Вокруг спортивного комплекса оригинальные клумбы и фонтаны. Эту красоту своими руками создают сами работники. Здесь ни рубля, ни средств не вложено. Это все делается руками наших сотрудников. Мы осенью собираем семена, потом весной сажаем. Здесь мы посадили около 5000 цветов. Своими силами жители улицы Чкалова выложили и дорогу. Администрацию разрешили, спросили. Загорелся садик. А тут кирпичи брали. Женщины у нас, дети раскладывали. Весной мы можем ходить в туплях, а то в спагах ходили. Ложка дегтя на общем фоне, бесхозные объекты, бурьян на улицах. Или вот, к примеру, детская горка. Это горка, да, уже года два, наверное, такая уже. Здесь, когда ремонтировали этот магазин, сваривали. Здесь что-то я просила их сварить. Тут приходили рабочие у них. Они сказали, сварим. Ну, видно, никому не надо. Этот сюжет показали на расширенном заседании собрания депутатов муниципалитета. Реакция властей последовала сразу. Глава администрации района поручил демонтировать бесхозные объекты. Жители пожаловались и на неработающий офис врачебной практики. Решить этот вопрос Михаил Игнатьев потребовал сжатые сроки. Еще одна больная тема козловки. Снижение объемов строительства жилья. Надо надлежащим образом смело браться за эту работу. Строить доступное жилье по стоимости одного квадратного метра. Есть вопросы и к владельцам торговых точек. Так, вместо магазина Михаил Игнатьев указал на дефицит продукции, произведенной в Чувашии. А где чувашские колбаса? Здесь в Ниговском комбинате у нас тоже есть. Вот деньги готовы ставить, карманы вытаскивают. Есть чувашские колбаса? Нет, нет, нет. Плохо? С цеплятом в Мордовии написано. Что касается оборота торговли, за последние полгода этот показатель вырос. Увеличиваются и доходы в бюджете. Мы с республиканской бюджета выделяем в этом году почти 240 миллионов рублей. Здесь никаких сбоев нет. Немалую сумму в бюджет муниципалитета и республики приносит исправительная колония номер 5. За ее стенами отбывают наказание женщины, которые переступили черту закона впервые. Для трудовой адаптации осужденных работают швейные цеха. Здесь выпускают спецодежду для сотрудников УФСИН, газовиков и нефтяников. Всего более 150 костюмов. А это объем крупного завода. Под свое производство мы подстраиваем их и как? Труд воспитывает любого человека. Через труд, через ошибки уже выдать через это бюро соответствующие продукты. Трудовой деятельностью за колючей проволокой заняты 100% осужденных. За последние годы колония вышла на самообеспеченность хлебом, картофелем и овощами. Я, насколько знаю, не каждая колония и так, соответственно, там где-то на уровне 50% заняты трудовой деятельностью. И все это перекладывается на бюджет, по расходной части бюджета или на налогопотельщик. У нас, конечно, несколько таких колоний в разных местах бываем, но цивильские развиты очень сильно тоже, где мужчины находятся. Ковка – это тоже востребованная продукция. По федеральной программе колония получила свыше 20 миллионов рублей. Инвестиции направили на ремонт пищеблока, банова и жилого комплекса для осужденных. Сегодня же Михаил Игнатьев посетил обновленную больницу района. После проведенных работ улучшились условия в терапевтическом блоке и поликлинике. Все красиво, аккуратно до этого было. И по больнице, честно говоря, неприятно было ходить, было грязно, кругом и потолки валились, и стены обшарпанные были. А сейчас намного лучше. Но по-прежнему остро стоит проблема с кадрами. Больнице необходимы еще пять специалистов. Надежда на выпускников вузов. Вы по программе «Земский доктор», потом «Земский фельдшер», да, привлекаете? По факту получится все? Кроме того, как вы сами думаете? В этом году уже приняли одного «Земского доктора» по этой программе. Кап-ремонт в районной больнице продолжается. В этом году должен открыться и обновленный хирургический блок. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Андрей Шоклев, Александр Петров. Республика. В Ибресинском районе республики выявили бешенство. Подозрение вызвала лисица, которая необычно себя вела. Она забегала во дворы хозяйств, охотилась за курами и подралась с собакой. Что, по словам специалистов, здоровое животное никогда не сделает. Хозяин собаки вынужден был убить лисицу, после чего вызвал специалистов. Ветернарными специалистами труб лисицы упаковали в двухслойный мешок и направили в Росвульканскую ветеранную лабораторию для исключения бешенства. Бешенство подтвердилось. Ветернарными специалистами учреждения ВПХ провели дезинфекцию. Будут отобраны пробы. Наложены ограничительные мероприятия на село Климово. В населенном пункте не разрешается проведение выставок, перемещений животных в собак. В Чувашии увеличился прожиточный минимум. Одобрена реорганизация двух домов ребенка и внесены изменения в программу развития здравоохранения. Соответствующие постановления приняли вчера на заседании Кабинета министров республики. Почти на 4% увеличился прожиточный минимум. Во втором квартале средняя минимальная месячная сумма на проживание 8741 рубль. Связано это с сезонным ростом цен на продукты и увеличением обязательных платежей и сборов. По социально-демографическим группам составило для трудоспособного населения 9248 рублей, для пенсионеров 7101 рублей, для детей 8930 рублей. Утвердил Кабинет министров и реорганизацию двух медицинских учреждений. К специализированному дому ребенка «Малютка» в Чебоксарах решили присоединить «Аллатрский дом ребенка». Это позволит переводить детей с патологией и угрожающими жизнезаболеваниями в Чебоксары. Здесь хочу отметить отдельно сокращение костюм стока административных хозяйственных персоналов. Составит 199 единиц. Ни один медицинский работник не будет сокращен в результате принятия решения организации. И ожидаемый экономический эффект составит около 2 миллионов рублей ежегодно. По части здравоохранения внесли изменения и в программу развития отрасли до 2025 года. Расходы на финансирование государства программы увеличиваются на 909,8 миллионов рублей. В том числе 257,6 миллионов рублей за счет средств федерального бюджета, 652 миллиона рублей за счет средств республиканского бюджета Чувашской республики. С учетом увеличения общий бюджет программы составит 140 миллиардов рублей. Средства из федерального бюджета направят на развитие медицинских информационных систем, приобретение мобильных медкомплексов, закупку лекарственных препаратов для тяжелобольных пациентов. На республиканские деньги проведут капитальный ремонт больниц и закупят медицинское оборудование. Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Борис Андреев, Республика. Мечтатели и творцы. В это воскресенье свой профессиональный праздник отмечают строители. Сегодня лучшие из них чествовали в Чувашском драматическом театре. По проспекту Ленина в Щебоксарах кипит большая стройка. Через полтора года здесь распахнет в своей двери многопрофильная поликлиника центральной городской больницы. Получать медицинскую помощь смогут еще более 100 тысяч человек, благодаря строителям. Впрочем, при их участии появляются не только больницы, но и детские сады, школы, кинотеатры, клубы и новое комфортное жилье. В строительной отрасли республики трудится 23 тысячи человек. Огромные армии специалистов своего дела, для которых работают не бездушные монотонные трубы, а сознание того, что они ждут радость, приют и комфорт. По строительству профессия многогранная. Одна из самых договорных и сестра. Створение рук строительства в 5-10 городов, все их исторические цели. По итогам первого полугодия строительство жилья в Чувашии увеличилось на 36,5%. В этом году в республике планируют ввести 620 тысяч квадратных метров жилья. Среди тех, кто причастен к этому, каменщик Алексей Ефремов. Профессией он трудится 15 лет. Награждается Ефремов Алексей Петрович, каменщик 4-го разряда Акционерного общества строителей. Трест номер 3. Каждую работу по мне надо вкладывать. У всех по-разному получается. Я как бы не первый год работаю, вижу. Но человек, если старается, отдается работа легче ему все равно. Каждая работа, она важна. Да и моя, мне кажется, не последнее место занимает. Я рад еще тому, что признает нашу работу, ценит его и уважает. Грамоты и благодарности сегодня получили десятки строителей, а некоторые стали заслуженными работниками отрасли. Татьяна Леонтьева, Валерий Резюков, Республика. Семья Львовых и Чебоксар – лучшая многодетная семья страны. Они победили во всероссийском конкурсе «Семья года». В гости к большой семье заглянула наша съемочная группа. За этим столом семья Львовых собирается практически каждый день. Папа Александр учит детей играть в пинг-понг. Яша почти научился подавать крученый. А другой сын Миша уже неплохо выполняет сальто на батуте. Что такое скука, Львовы не знают. Вместе отдыхают и вместе работают. Вот этот Костик у нас молодой, новый. В этом году только его посадили. Уже цветет, сына своего приучают дарить девочкам цветы. Старшего, да? Старшего, да. Как джентльмен. Очень приятно, когда идешь из своего сада. Миша, возьмешь цветочек? Возьму. Но... Большая семья – мечта Татьяны и Александра. Воплощать ее начали 18 лет назад. К тому моменту они воспитывали дочку Юлю и решили усыновить Аню. Познакомимся вместе на третий день после рождения. Она к нам вошла, малышки совсем маленькие, маленькие, прималенькие. Они с Юлей друг без друга жить не могут и сейчас. Да, и сейчас, да. Раньше везде всегда вместе бегали. И живут девушки в одной комнате. Совсем недавно мне исполнилось 18 лет. И на мой день рождения родители подарили гирлянду. На ней расположены фотографии вот как раз по возрасту. Один год, два, три, восемнадцать. Очень люблю своих родителей. А это гитара. Ее мне тоже подарили на день рождения. Я очень хотела играть на гитаре, но заниматься в школе мне не хотелось. И мне подарили гитару. Я научилась играть на ютубе. Играет на гитаре, а еще хорошо поет. Я уйду, когда шум сменит тяжесть тишины. Ты молчишь, я молчу. Нам не о чем говорить. И пускай сотни раз обещал со мною быть до конца. Прекрасный голос – то, что объединяет двух сестер. Эти кубки за различные музыкальные конкурсы – их общая гордость. Талантами в семье Львовых бличут и самые маленькие дочки – двойняшки Маша и Даша. Этих малышек Львовы забрали из Екатеринбургского детского дома. Как взяли из ворота, вышли и все, тишина. Все, последние, да, мы принесли вещи. Нам их одели, они такие, как куклы, такие в розовых костюмах, смехом. Все такое, такие прям ягодки. Если девчонки занимаются творчеством, то мальчишки – коллекционированием. Яша собирает вот таких механических кошек и собак. У него уже шесть игрушек. Их у них уже шесть. Механические, они как живые. Есть поющие, есть ходящие. А этот, этот поет. В семье Татьяны и Александра шестеро детей. А еще две собаки, две кошки, рыбки и попугаи. Успевают справиться со всеми. Я вообще говорю, наверное, тяжело это с одним ребенком. Когда один ребенок, он требует к себе максимального внимания. Когда их двое, они уже друг на друга отвлекаются и взрослых задевают. А когда их много, чуть-чуть там, чуть-чуть там, и получается, что не так уж и много внимания. Уроки учат, они все вместе. И с садика, и с школы там придут тоже все вместе. Гармония, взаимопонимание и любовь. Львовы делятся секретом своего семейного счастья. Ну, надо быть попроще просто. Все, люди, открытым надо быть человеком. Мы детям говорим, будь проще, и люди к тебе потянутся. Да, вот и все. А вы можете назвать себя действительно по-настоящему счастливой семьей? Да. А что нам еще надо? Надо кушать, и здесь садится. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика. Да, хорошо, наверное. В столице Чувашии проходят Дни финской культуры. Фестиваль начался с открытия выставки «Имуми-троль» работает Увы Янсон в галерее культурного центра «Полигон». В экспозицию вошло около 20 комиксов с популярными персонажами. Чем еще порадовать северяне-чебоксарцев узнавал Рифат Фаткулин. Настоящий подарок для чебоксарских ребятишек. Дети просто окунулись в волшебный мир сказки. Комиксы с интересом разглядывают и взрослые. Впервые альбом графических изображений про «Мумий-троллей» был издан в 1957 году. На пике популярности они печатались в более чем 120 газетах в 40 странах мира. Их ежедневно прочитывали около 20 миллионов человек. Выставку открыла Хенрика Ахтяйнен, атташе по культуре посольства Финляндии. Она говорит, благодаря книгам Туви Янсон и ее персонажам, маленькую Финляндию знают во всем мире. Теперь чебоксарцы смогут увидеть удивительный мир «Мумий-троллей». Книжки про «Мумий-троллей» на самом деле писали во время войны и после войны, когда людям было реально страшно. Ну там просто они как-то боялись, что как-то мира вообще не будет, там все разрушится и так далее. И тематика первых книг Туви Янсона довольно мрачная. Ну там, это такие серьезные темы, но, конечно, потом, попозже они стали чуть полегче. В основе художественного мира Туви Янсон лежит образ вселенского мумий-дома, в котором всегда горит свет, ждут близкие, готовая еда и теплая постель. Греет одна только мысль об этом безопасном месте, наполненном любовью. Я знаю про мумий-троллей, про их порядок семьи, что у них там есть мама, которая мумий-мама, и она очень правильная, и пример мамы для подражания. В долине мумий-троллей нет голода, нет войн. Здесь каждый найдет свой приют и кусок пирога. Однако тихая и размеренная жизнь нарушается многочисленными природными и мистическими событиями, большим наводнением, неизвестно откуда прилетевшей волшебной шляпой, приближением кометы. Выставка очень полезная, я думаю, для нашего города, потому что мумий-троллей в Чавексарах, мне кажется, это так уникально, так здорово. Мне со мной, конечно, очень понравилось, и я рада, что есть такая возможность взглянуть на эти комиксы, потому что раньше я с ними не сталкивалась, хоть и люблю мумий-троллей, читала рассказы про них. Такая рисованная история привлекает гораздо больше внимания, чем простое текстовое послание. Во-первых, меня позвали сюда друзья, которые сами сбежали. Я не знаю, почему так произошло, но лично мне творчество Тувенца очень нравится. Очень давно нравится, и комиксы, пожалуй, я увидел впервые. Они смешные. Здесь по-другому обыгрываются многие ситуации, не так, как в книге, не так, как в книгах других историй. Но это адаптация по-своему. Дни финской культуры знакомят с разными гранями жизни северян. Полагается не только представление комиксов, но и огромное количество других мероприятий. Например, представление финско-чувашского словаря. Например, открытый урок финского языка. Это лекция о финском дизайне. Мастер-классы от наших художников, которые научат детей делать шарнирных мумий-троллей. Праздник финской культуры, стиля и традиций продлится до 12 августа. Что примечательно, гости из северной страны чувствуют себя в Чувашии очень комфортно. В Финляндии наиболее известна тем, что у нас очень много леса и много озер. Так что мы, в общем-то, живем в природе все. Даже если люди живут в городах, там везде просто очень много природы. И, ну, на самом деле, когда я приехала сюда, я же живу в Москве. Ну, такое ощущение, как будто я дома, потому что тут так спокойно и, ну, много природы. Воздух такой чистый, свежий. Это очень приятно. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее разговор по существу. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин